К нашему эфиру для обсуждения темы присоединяется Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Центра Объединённого Украины. Приветствую вас в эфире Freedom. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Россия всё-таки уже всячески подавала сигналы напрямую и говорила, что не собирается участвовать во втором саммите мира. Но очень важно, чтобы инициативы, а главное формула мира, которая обсуждается и которую притворяют в жизнь, также посредством саммита мира, чтобы всё это продолжало работать и, более того, набирало обороты в будущем. Как вы считаете, на чём сейчас важно сконцентрироваться, если всё-таки не удаётся привлечь российскую сторону для того, чтобы как-то сделать более продуктивным, скажем, этот саммит? Ну, объяснимо, конечно, что российская сторона будет и дальше отказываться, заявлять соответствующие вещи. Почему? Потому что они агрессор и, естественно, понимают, что показания неотвратимы. Но я думаю, что сейчас в данном контексте важно, чтобы было так, как об этом говорил Зеленский, чтобы работать на выполнение пунктов плана в коммунике, которое было принято. Вот этот путь из трёх рабочих встреч, которые предусмотрены. Кстати сказать, Зеленский говорил о том, что их может быть и больше трёх, особенно когда речь зашла о третьей рабочей встрече, которая в сентябре советников глав государства и политических, и министров, то речь зашла о гуманитарном измерении, об обмене пленными и возвращении депортирных детей. И вот он особенно там заметил в пресс-конференции, что их может быть и больше, и нужно больше. Главное, чтобы был результат. И вот продвижение этих пунктов плана, оно как раз и их реализация, оно как раз и приведёт к тому, что есть смысл говорить и о саммите, и втором, и о том, об участии там России. И я думаю, что на самом деле речь идёт в том числе и о том, чтобы навязать России волю. Потому что первый пункт, который был энергетической безопасности, и вот сейчас встреча, которая будет в конце июля, в начале августа, должна произойти в Катаре по этому пункту, она как раз уже подкреплена, это решение саммита подкреплено и новой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, и России просто так не получится не реагировать вообще на украинскую формулу мира и, опять же, не выполнять вообще никакие решения. То есть, да, это тоже не факт, что они, естественно, оставят Запорожскую атомную электростанцию, как это они обязаны сделать, но, тем не менее, это то направление, которое нужно продвигать. И вот когда для России будет откровенно уже уменьшена площадь её манёвра, я думаю, что тут они могут и изменить риторику, и как-то об этом, в общем, относительно второго саммита что-то говорить. Хотя, конечно же, по той позиции, которая есть у России, естественно, что это достаточно сложно прогнозировать, что они будут участниками процесса, который, в общем-то, однозначно фиксирует их положение как страны-агрессора, тем более, что они не скрывают своей целью уничтожения Украины. Да, вполне официальное лицо, бывший президент ныне, глава, заместитель главы Совета безопасности, глава военно-промышленной комиссии, Медведев, в общем-то, вполне откровенно об этом пишет. Поэтому, ну, Украине нужно своё делать, нужно продвигать то, о чём говорилось с самого начала, когда только формула мира была предложена, что если не получается продвинуть её полностью, то странам каким-то неприемлемо, то могут они реализовывать вполне конкретные пункты. И чем больше их будет уже реализовано, чем меньше будет места манёвра для России, тем будет лучше. Украина стремится провести второй саммит мира с участием России до выбора в Соединённых Штатах. Об этом пишет Блумберг. По данным издания, спешка в организации новой встречи связана с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом, поскольку ранее он заявил, что закончит войну ещё до своей возможной инаугурации. В январе в комментарии Блумберг один украинский чиновник подтвердил намерение Киева организовать второй саммит мира до президентских выборов Соединённых Штатов. Может ли формула мира, да, или мирный план, всё это в кавычках Трампа, о котором мы до сих пор ничего толком так и не знаем, подпортить подготовку к второму саммиту мира? Почему именно Украина стремится это сделать до ноября, до выборов президентских Соединённых Штатов? Ну, Украина стремится, но, скажем так, это не догма. В пресс-конференции президента Украины достаточно чётко это прозвучало, да, то есть там звучит речь о чём? Шло о том, что вот, ну, надежда на то, что возможно будет проведение. Поэтому, то есть это не является таким процессом, который должен, да, должен будет вот произойти. И вот для Украины это обязательно, да, просто как ритуал какой-то. Нет, там было вполне конкретно сказано, что по результатам работы, по результатам выполнения вот этих вот трёх первых пунктов, и там как будет складываться. А в политическом плане, да, в принципе, вполне логично. Почему? Потому что это, в общем-то, где-то в определённом плане задаёт, ну, вот, опять же, такую матрицу, в той, в которой можно и нужно работать, да. То есть Украина, во-первых, мы показываем, что мы являемся, опять же, не каким-то там объектом политики, мы субъект, активный субъект, который формирует, да, то есть эту повестку дня. То есть вот это один момент. Второй момент, что действительно, вот, демонстрация и создание вот этого пути по украинской формуле мира, когда уже происходит реализация его, оно где-то и позитивно ещё и в том плане, что, потому что то, что мы знаем о так называемом плане Трампа, оно, ну, не даёт основания считать, что это реалистичное и восприятие войны, и реалистичная возможность прекращения войны, да. То есть вот, скажем так, это простое решение сложного вопроса, которое на самом деле, ну, не простое, а, мягко говоря, упрощённое. То есть если это действительно так, потому что пока что мы не знаем. То есть, а вот тут, когда уже создан трек, когда уже созданы позиции, и с этим уже можно работать, это даже легче для других акторов мировой политики. Вот, знаете ли, предполагаю, что всё-таки Россия ещё не хочет по той причине участвовать, потому что это мероприятие инициировано, собственно, не российской стороной в том числе. А как вы считаете, вот насколько есть такая вероятность, например, пригласить и получить позитивный ответ на это приглашение Китай, представители из Китая? Потому что ведь это тоже будет шаг на пути к такому развитию. И насколько это сейчас нужно? Да, я, кстати, думаю, что на самом деле присутствие Китая на втором саммите мира или участие вот в работе рабочей группы не настолько невозможно, как это могло бы показаться. Да, у Китая есть свой так называемый план, да, почему? Потому что оно на самом деле никак не является планом, да, то есть это уж тем более несправедливого мира, да, то есть это очевидно. Но Китайская Народная Республика, например, да, она принимала участие в тех рабочих встречах советников глав государств, которые предшествовали первому саммиту. Второй момент. Китайская Народная Республика, в принципе, до последнего момента сомневалась относительно своего участия или неучастия тоже в саммите мира. Почему? Потому что, ну, значительное участие там глобального юга стран, которые выразителем интересов которых себя считает Китай, да, то есть поставила в такую неудобную позицию. То есть не поехать, это показать, что неуважение по отношению с остальным странам глобального юга, а поехать, в общем-то, это повестка дня Украины, но в Китае пошли вот таким тогда путем. Не поехать. То есть вот, и поэтому, опять же, у Китая, несмотря на поддержку им Российской Федерации, все-таки есть и свои какие-то соображения. Поэтому, да, это, в принципе, я считаю, вполне может произойти. Хотя, конечно же, там будет речь идти тоже о попытке навязывать свое видение. Вообще, кстати, это очень сильно видим, когда вот так называемых там мирных планах, которые агрессоры или те, кто с ними работает, выдвигают о том, что вот, мол, необходимо, чтобы смотреть на все планы, которые есть, а вот украинская формула, она же не предусматривает. Ну, это же неправда, откровенная ложь, да, почему? Потому что на пресс-конференции Владимир Зеленский вполне конкретно сказал, могут приезжать разные страны с разными взглядами, мы будем с этим работать, да, то есть вот так. Ну, не секрет, да, что Россия всячески пытается завуалировать итоги первого саммита мира, нивелировать подготовку ко второму саммиту мира. Вот в этом контексте я бы хотел ваше мнение услышать по поводу Орбана, по поводу его так называемого мирового турне, про обнимашки Орбана и Путина, как бы всем известно, да. Си Цзиньпин недавно приезжал к Орбану в Венгрию, про дружбу в кавычках Орбана и Трампа тоже как бы не секрет. Вот с вашей точки зрения, кто запустил Орбана, учитывая вот все, что я перечислил, Кремль, Пекин или Трамп? Ну, я думаю, что все-таки у Виктора Орбана есть определенные свои желания, да, то есть вот у него достаточно сложная внутриполитическая ситуация, у него очень сложные отношения с Европейским Союзом, да, ну а иначе быть не могло все, то есть та политика, которую он проводил, и это, в общем-то, еще до европейской интеграции Украины, то есть вот это существование экономики на дотациях с одновременными проблемами со свободой слова, в демократии, в образовании, то есть вот естественно, что выход из этого замкнутого круга не стать ли мне миротворцем, да, но очевидно, что поскольку связь с Москвой, она более, она, в общем-то, она была очевидна и так, да, то естественно, что это, как по мне, это во взаимодействии с Москвой это происходило, и это очень явно, тем более, что у нас есть вот один очень замечательный пример. В прошлом году Виктор Орбан специально поехал в Китай, специально для того, чтобы там встретиться с Путиным, да, то есть это вот подтверждение той связи. Поэтому вот это вот миротворчество, это продвижение однозначно российских интересов, это видно, в общем-то, и по тему письму, которое распространялось им в Европейском Союзе, и где, да, я не говорил о формуле мира с Путиным, но вот он, Путин, считает, что вот так вот, так то-то, 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 и дальше ретрансляция вообще даже там таких тезисов путинской пропаганды, да, то есть вот, вот где, я считаю, была точка входа, о которой мы говорим сейчас. Дмитрий, благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению темы в эфире «Фридом». Дмитрий Левость, политолог, международник, эксперт Центра Объединенного Украины, был с нами на связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.